Вчера необычайно суровый мужчина, получивший срок длинный необычайно, не получил чайное вспоможение с воли. Его посылочка оказалась содержащей не только чаинки, но и средства связи, которые из ИК лишены вместе со свободой по закону. Из Первого Уральска лукавая посылочка пришла в поселок Гарри, точнее в ИК номер 8, где, как и положено в условиях строгого режима хранения и охранения, содержится такая достопримечательность, как некий М, получивший практически максимально допустимый законом срок за совокупность преступлений, 24,5 года за убийство двух или более лиц и разбои с применением насилия и проникновением в жилище. Это из 25 возможных лет. 8 сим-карт от трех мобильных операторов нашлось в ярлычках чайных пакетов, отправленных на зону разбойнику и душегубу. Гражданам, остающимся на воле, от этого однозначная выгода. Меньше будет звонков от служб безопасности банков, меньше денег жулики отожмут у бабушек. А гражданину Н втройне обидно. Сидеть и так четверть века, так лишился не только симок, но и чая, который на зоне не только источник тонизирующего чиферя, но и твердая валюта. Вы знали, что запрещенные предметы посылки? Нет. Еще запрещенные предметы посылки есть? Нет, нет. А откуда посылка вам пришла? Что? Валерийская. А кто посылал? Родственник, друг кто? Друг. Ну и что, вот он самостоятельно вам вложил все это? Или как было? Я не знаю. Вы не знаете, да? Нет. Нет.